Благодаря национальному проекту «Образование» проводится модернизация системы образования. В школах внедряются новые методы обучения и воспитания. На уроках используются современные технологии. О том, как и чему сегодня учат в школах, смотрите в следующем материале выпуска. Это 3D-принтер. Он печатает брелок. А собрал всю эту сложную конструкцию буквально с нуля, запрограммировал и наладил работу. Учащийся 7-го класса 12-й школы Илья Савчук. Я его доработал тем, что напечатал на нем охлаждение и поставил вентилятор, чтобы можно было печатать объемные большие модели, чтобы когда печатается большая модель, пластик успел быстрее застывать и получилось, что модель нормальная. Если не будет вентилятора, модель будет падать, потому что она еще не успеет засохнуть и будет расплываться. Интересно, на принтере можно все что угодно напечатать, прям все что угодно, что захочешь. Можно создать, можно скачать. Интересно за ними ухаживать, можно так сказать, смазывать его. Чтобы принтер заработал, школьнику понадобилось 5 уроков технологии. Еще буквально несколько лет назад было даже трудно представить, что мальчики на уроках технологии будут собирать 3D-принтеры и с их помощью создавать вещи, а не выпиливать своими руками. Но современный мир требует современные подходы в обучении. И многие славянские школы стараются идти в ногу со временем. Сейчас основная задача моя не просто дать детям какое-то ремесло, научить работать со стамесками, с напильниками, а вот именно передать технологии. Вот сейчас ребята как раз таки занимаются тем, что изучают устройства 3D-принтеров, а точнее роботизация, которая сейчас очень и очень распространена. И вообще это наше будущее. Если так посмотреть, то 3D-принтеры входят в нашу жизнь. И я не удивлюсь, что лет через 10 в каждой семье как сейчас компьютер, так и будет 3D-принтер. Уже можно печатать обувь, уже можно печатать дома. Даже это делается в этом мире. И моя задача как раз таки ребят познакомить с этой технологией, чтобы они знали, как это все происходит. И вообще на уроках технологии мы стараемся рассмотреть как можно больше технологий, применяемые в современной жизни. Модернизация коснулась и уроков физкультуры. Кроме привычных нам спортивных залов, в школах появляются тренажерные залы, в которых занятия можно провести более эффективно. Школьникам такие уроки физкультуры, конечно же, нравятся. И они с удовольствием на них ходят. Уроки физкультуры стали интереснее из-за того, что в любую погоду мы можем заниматься в тренажерном зале. Сначала сделаем разминку, но потом мы садимся на тренажеры. После этого мы занимаемся или баскетболом, или футболом. Современное оснащение учебных кабинетов, новое оборудование, использование на уроках наглядных материалов – это, конечно, повышает качество и эффективность обучения. Вот, к примеру, так интересно в новой школе проходит урок естествознания в третьем классе. Сегодня уже в начальной школе ребята имеют возможность познакомиться с химическими опытами, самостоятельно провести эксперименты, что обязательно им пригодится, когда у них в расписании появится урок химии. Безусловно, не все школы района оснащены так же, как новая. Но национальный проект образования рассчитан на несколько лет. Со временем все образовательные учреждения будут модернизированы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».